Около 60 детских телестудий и больше 100 участников из трёх стран. Такого в истории фестиваля ещё не было. Детятка проводят уже в третий раз. Растёт уровень работ и качество их с каждым годом всё выше и выше. Детвора присылают на конкурс телепрограммы собственного производства и даже кино. Игровое, анимационное и документальное. Часто совсем не детское. Работы делятся пополам. Часть детей снимает о детстве, а часть детей хочет быть похожими на нас взрослых и снимает достаточно взрослые работы. Они хотят быть всё-таки взрослыми и, наверное, только взрослые люди понимают, как хорошо быть ребёнком. Любимица малышни, популярная российская телеведущая Марина Ланда, возглавляет жюри фестиваля со дня его основания. От детворы она не на шаг, развлекает на открытии. Ланда учит ребятню секретом ремесла на мастер-классе. С детьми общается наравне. Уверена, у таланта нет возраста. Понимать, для кого снимаешь и влюбиться в героя своей передачи. Главный совет от мэтра. Я хочу, чтобы ребята поняли, что ничего не бывает случайно. И то, что я стала музыкантом, журналисткой, это началось с детства. И я хочу им рассказать о том, что не нужно бояться работы. И что, когда чего-то очень хочешь, то этого добивается. В этом году фестиваль посвятили 50-й годовщине со дня полёта человека в космос. Кроме мастер-классов от опытных телевизионщиков, 4 конкурсных дня организаторы вместили и встречи с теми, кто о космосе знает не понаслышке. Главный вопрос к настоящему космонавту – НЛО существует. Честно говоря, не видели. Видели нечто подобное, которое мы могли себе представить, что это были пришлась. Эти разговоры о космосе будут увековечены для потомков, говорит Максим Тиньков. Юный оператор приехал из села в Новосибирской области России. На камеру мальчик снимает абсолютно все фестивальные мероприятия. Съёмочной группе «Объектив недели» даёт профессиональные советы. Сначала ставим на штатив камеру, потом открывается окошко, но это как маленькая камера мы брали. Это окошко. Вот эта кнопка – это значит включить камеру. Вот камера включается. Потом выбирается режим. Максим уверяет, запросто справляется и с профессиональной аппаратурой. У 14-летней Риты Суворовой из Евпатории другое амплуа. Она телеведущая, говорит, карьеру делает вот уже пять лет. Достижениями довольна, но звёздной болезнью не страдает. Все ко мне относятся, как к обычной девочке, и я не зазнаюсь. А вот 10-летняя Катя Филимонова из Чебоксар обычно себя давно не чувствует. Ведь она опытная журналистка, работает в детской информационной программе. Меня начали уважать в классе. Начали обо мне говорить. Иногда перешёптываться. Ну, мальчики за косички не дёргают. В Харькове время детворы расписано буквально по минутам. Экскурсии, мастер-классы, вечерами просмотры конкурсных работ. Закрывали фестиваль сегодня. Четыре фестивальных дня позади. Прямо сейчас начнётся награждение победителей. Эмоции в зале наколены, они прям-таки не детские. Ведь из 35 конкурсных работ победят всего 6. Впервые в этом году организаторы учредили ещё 6 номинаций. Кроме лучших работ, выбирали и лучших маленьких мастеров телевизионного дела. Даже не хочется уезжать, потому что действительно так здорово. Ребята все дружные, общительные, талантливые. Поэтому я даже не побоюсь сказать, что это самый лучший фестиваль вообще, где я вот была. Детвора разъедется завтра утром. Показывать их работы готовы сразу несколько харьковских телекомпаний. В конце осени Харьковский фестиваль организаторы обещают презентовать на Евразийском телефоруме в Москве. Екатерина Морозова, Борис Буцевич, Алексей Калмык, Алексей Жучков. Объектив неделя.